Доброе утро. Возвращаемся к вопросу. Создавать, есть, спать, ходить в туалет. Да, да, да. Вопрос повторите? Для чего нужна энергия? Куда, как клетка использует энергия? Отлично. Вот смотрите, какая интересная штука. Сейчас дам один наводящий, и у вас сразу начнут возникать варианты ответа. А какое вещество является переносчиком энергии в клетки? Переносчиком энергии в клетки. В клетки. В клетке, внутри клетки. Что, что? Какое химическое вещество, конкретное соединение с химической формулой является переносчиком энергии внутри клетки? Не верю, что вы это не разбирали. АТФ? Конечно, АТФ. Вообще такое словосочетание АТФ. Так, о-о-о. Плохо у вас тут нести дыра, дороже, что упадет. Сейчас. Ну ничего, быстро заштопаем. Она быстро штопается. Берем клетку. Вот эта клетка. Эта клетка решила вырасти. Пора вернуть. Расти она будет вот в эту сторону. Вот так. Для того, чтобы вырасти, надо построить вещества, из которых вот эта, так полагаемая, зона будет создана. Да. В результате биосинтез надо наладить. Да. Надо наладить транспорт веществ в зону строительства. Да. И биосинтез и транспорт потребуют затрат энергии. Да. Да. Мы предположим себе такую штуку. Сидят у нас здесь синтетические ферменты. Ферменты, которые ведут синтез нужных веществ. Да. А рядом с ними сидят окислительные ферменты. И вот окислительный фермент ловит первую попавшуюся молекулу, окисляет. Энергия выделяется прямо? Выделяется. Эту энергию используют синтетически. Скажите, пожалуйста, а какая молекула может оказаться вот этой первой попавшейся? Строго определенная или любая? Любая. Понятно, что движение вещества внутри клетки за счет дипузия. А дипузия – это процесс хаотичный или нет? Хаотичный. Хаотичный. Любая. Модель следующая. Вы зимуете на даче и решили сварить себе печку супа. В печке. Ну, у вас русская печь. А, все. Так. Вижу, возникла сложность. То, что в печке можно сварить суп. Все понимают? Уже неплохо. Хорошо. Все для супа вы в кастрюлю набили, а осталось затопить в печке. У вас здесь ящик с топливом. По условиям задачи заглядывать в печку вы не можете. Вы можете засунуть руку, взять что-то из него и кинуть в печку. А в ящике у нас следующая смесь. Сухие березовые дрова, сырые осиновые дрова и динамитные шашки. И вот вы залезаете в ящик, берете что-то и бросаете в печку. Суп варить удобно в таком режиме? Не очень. Значит, если вам повезло с сухим березовым полемом, то при его горении выделиться тепла, как раз достаточно, чтобы у вас закипел кострюлю. И сырой осенью, да? Недостаточно, у нас ничего не закипит. А с динамитную шашку. Ну тогда суп надо будет собирать по всем окрестностям. Вместе с печкой, вами и всем остальным. Так? Значит. Поэтому, когда ведешь процесс получения энергии, лучше работать не с первым попавшимся источником, а с некоторым нормативным. Вот они с луговой точно знают, сколько энергии я получу. Вот таким нормативным источником энергия в клетке является вещество, которое называется аденозин 3-2. АТФ. С ним следующее история. АТФ синтезируется как раз в ходе процесса, который называется дыхание. Основная его масса синтезируется в ходе кислородного дыхания. Так что, как раз давайте проверим. Кислородное дыхание где происходит? В каком месте? В метахондрии. В метахондрии. Вот сидит метахондрия. В метахондрию закинули сахар, глюконс, допустим. Закинули кислород. В метахондрии, точнее, сахар окислен с участием кислорода. Энергия при этом выделилась? Да. И вот эта энергия идет на синтез АТФ. Из чего синтезируется АТФ? Стоп. А вы химическую структуру АТФ вообще не рассмотрели, да? В основном надо сказать, что АТФ. Так, тогда приостановка с этой моделью. Ребята, все, что связано с АТФ очень важно. Но без этого толку и клетку пронять нельзя. У вас так останутся какие-то магические вставки. Тю-юм-кум-кум – выделение энергии. Тю-юм-кум-кум – стройка органоиды. Вот такие заклинания. Ну, давайте посмотрим. Итак. Структуру нуклеотидов ДНК помните более меня? Как мы намер ДНК построили? Если не помните – говорите – не помним. Если помните – говорите – помним. Вот это что значит? Пятиуглеродный осадок. Дозок серегуза. Вот это треугольник застрелкованный. Азокистая основания. от этих значок остаток хосфата. А дело в том, что хосфорные кислоты, как молекулы хосфорной кислоты, могут объединяться друг с другом в такие цели. Полиокосфатные цепочки. Но дело в том, что эта реакция эндотермична. Взять и заставить один хосфат зацепиться за другой достаточно трудно. Модель у нас следующая. У меня есть три сильных магнита. Магниты какие-то настоящие сильные. У каждого магнита сколько полюсов? Два полюса. Как ведут себя противоположные полюса? Притягиваются. Одноименные? Отпалкиваются. Отлично. А я решил сделать такую штуку. Взять три магнита и прижать друг к другу одноименными полюсами. Если они будут затрачивать свои силы, они сами прижнутся? Ни в коем случае. Но я, может, упрямый, а плюс к этому еще и здоровый, взял на эти магниты, нажал как следует и прижал их друг к другу. Прижал. Что произойдет, если я его беру? Они отпрыгнут. Они отпрыгнут. Согласны? Да. Вопрос. Произойдет ли при таком прыжке перемещение массы? Да. Да. Массивное тело взял и прыгнул в сторону. Отлично. Может ли произойти перемещение массы без затрат работы? Нет. Бывает такое вообще на свете? Не бывает. Вопрос. Вот я положил один материн на стол. Он прыгает? Нет. Не, не прыгает. Лежит все и тихо. А почему вот эта тройка, которую я получил, отпрыгнут? Откуда она возносит энергию? Ты пришел? А вы приложите. Именно так. Я затратил энергию на то, чтобы сжать. Так? Как только я снял ограничение, тут же эта энергия освободилась, потенциально я перешла в гинетическую, а прыгнула. Я, кроме того, что он уже упрямый и здоровый, еще и хитрый. Привязать. Значит, да, да. Не леник все и не держит. Поэтому я беру веревочку и вот взял так веревочкой связал. Теперь я прыгнуть я не могу. Но тем не менее, я могу руки вырвать? Да. Да. Что магниты делают с веревочкой? Работают. Нет. Веревочка прощается. Растягивают. Натягивают. Система пришла в напряженное состояние. Я вложил в нее энергию, и за счет этого с тем пришло в напряженное состояние. А теперь я вот такую подготовочку провел, допустим, пока сидел у себя дома. Так. А потом захватил эту связку, перетащил сюда на лекцию, положил на стол, говорю, сейчас фокус покажу. Называется прыгающий магнит. Так. Беру бритвочку и аккуратно такую бревочку взял. Что делает магнит в момент освобождения связи? Отпрыгивает. Вот посмотрите, я энергию вкладывал в другом месте и в другое время. Так. Освободился она как-то. Когда связь разорвана оказывается. Вот совершенно так же ведут себя в поле доставки. Для того, чтобы создать такую цепь, вообще-то они стараются оттолкнуть друг от друга. Но если затратить энергию на то, чтобы зацепить один фасфалт за другой, вот у вас возникла напряженная ковалентная связь. Так же, как натянутая нитка. Если эту связь разрезалась, так сколько энергии освободился? Столько часов. Больше, чем обычно. Понятно? Такие связи называют макроэнергические связи, насыщенные энергии. Потому что к обычной энергии прикрессуется та энергия, которую мы затратили на их сближение. Ну так же, как вот в этом адрике. Это понятно? Отлично. Вот это у нас и есть схематическое изображение АТФ. Аденозин-3-хасфата. Так? Помните, ДНК был аденин, тенин, гуанин, стазин. Помните? Аденин это вот это. Если к аденину привязан сахар, то есть вот так берем, называться будет аденозим. Если к аденозиму привязан один пусфорд, один пасфорд на остаток, то это аденозим монопасфат. В ДНК качественной детальки работает как раз аденозим монопасфат. Редко не только с этим соединением работает, но и с аденозим ди-пасфатом и с аденозим три-пасфатом тоже. Ну как строится обмен, а аденозим строится вовка, вот клетка, вот метакон, вот зона роста. В зоне роста надо освободить энергию, чтобы работали синтезирующие белки. Здесь сидит фермент, который как бритва режущая связи между магнитами. Раз, обрезали связь, энергия выделилась? Да. В произвольном количестве строго определенного строго. Использовать можно? Да. Отлично. То есть вот в этой зоне работают ферменты, разлагающие АТФ, так, какая реакция идет? АТФ разлагается на АДФ плюс неорганических аспортов. При этом энергия выделяется, клетка может использовать. Как по-вашему, вот эти отходы, клетка будет выбрасывать ремень? Куда она их вернет? Она опять вернет. Она вернет метафон. Итак. А почему вот на день фасхад уже нельзя больше разрезать? Можно. Значит, на самом деле в клеточном обмене есть реакция, в ходе которых полный расхват, вот так, домом расхвата. Но просто чаще всего клетка использует отщепление первого расхвата. А почему это что-то они выпрямлены? Вот. Бывают такие случаи, которые объясняют достаточно просто. Так сложилось. Значит, на самом деле никакого логического запрета на использовую вторую связь нет. Так? Дело в том, что если вы использовали одну связь, то сколько вам потом тратить энергии на получение от этого, на обратное получение от этого. Меньше. Одну можно, а если обе связи использовали, две то. Зато мы их получили тогда тратить в Вы понимаете, что разница сколько связей вы использовали, никакого энергоэффекта вы на это не заработаете. Никаких плюсов, то минусов. Что? Партиаде на земле и на квадро фаспорт. Есть, есть, известны. Более того, известны просто такие голые пульфосфатные цепочки, которые без всякого аденозима плавают селиквам. Это все известно хорошо. Такой три меры. По-вашему, сколько ежедневно в вашем теле синтезируется АТР-ка? Примерно порядка. 200 килограммов. А теперь объясните, как это возможно. Во-первых, в вашем теле кроме АТР-ка что-нибудь есть? Да. Вот так самое малыш есть. А во-вторых, вы вообще 200 килограмм везете? Нет. какая-то возможно? Нет, не донесите другого, полном кирпичный мотив в день 150-й. А в принципе там ровно тот же сравнен. У человека масса 60 килограмм, в день синтезируется 200 килограмм АТР. А остальные выделяются. Выделяются куда? На лучшее? Вделительная система, да. Спасибо. АТФ возвращается и снова АДФ да? Какая? Разумеется. АДФ и фосфат вернулся в метакондрию. В метакондрию идет сжигание сахара. Идет. Энергия при этом выделяется? Да. Энергия используется для чего? Сделать связь. Опять решить эту связь. То есть мы взяли из АДФ и фосфата получили АДФ и опять направили его в зону энергозаврации. Здесь резиделись, здесь зеренец. Именно так. В результате вся масса АДФ клетки вот так по кругу уходит. И сколько оборотов в сутки она совершает? Врача нет. 200-300 оборотов. Поэтому реальная масса АДФ в вашем теле какая? Меньше килограмма. Просто этот АДФ постоянно находится вот в этом движении обеспечивая перенос энергии внутри. Ну что совсем я вас так думаю? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok